сегодня рассказ о стрекозе да да стрекозе который как говорится лето красное пропела оглянуться не успела уж зима какие глаза что вот она такая беззащитная ничего не делает нет она кое-что делает вот эта стрекоза прилетела ко мне на балкон на свет и ловушку просто на свет и что она делает она сейчас уже днем сидит и откладывает яйца да 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 у нее другая стратегия не просто петь коры летом это просто летать она откладывает яйца и вот это вот желтенькие комочки появившиеся сейчас видели под хвостиком это стрекоза откладывать яйца и вот мы видим маленький хвостик ее ее жизненная стратегия за лето отложить побольше яиц потому что стрекоза живет в воде ее личинка и ночью-то не видно где откладываешь яйца днем тоже не видно но стрекоза в заточении поэтому она стремится отложить яйца потому что кто-то из них попадут все-таки воду это этот вид стрекозы вот видим сейчас появляются желтые капельки как раз откладывает яйца просто она их разбрасывает и они должны попасть в воду стрекоза по-разному откладывают яйца но это как раз этот забавный сюжет откладки яиц я не ожидал я хотел показать просто стрекозу крупным планом оказывается крупным планом получается яйцекладкой стрекозы вот видим видим шарики вот такая у нас курка не сушка стрекоза потом сейчас расскажу кто у нас тут еще сидит рядом с нами тот кто не поет не просто летает для этого тоже собирает нектар как и пчелы и не создает конкуренцию стрекозе но может попасть на ее обед вот видим видим появляется больше больше кругленьких таких яиц они ничем не защищены не покрыты слизью просто разбрасываются на водной поверхности личинка которая вылупится будет жить под водой потому что личинка стрекозы живет под водой вот такая замечательная стрекоза почему-то жарким летним днем прилетела на яркую обычную лампу ночью даже на пятую этаж и поэтому я ее захотел таким крупным планом показать потому что если ее снимать просто в природе стрекоза летает как ненормальная и очень быстро и тут 5 минут 10 минут на нее в лоб вот так вот камера не уставишься тем более что показать чтобы макро видео и живой стрекозы надо каждые 10 секунд бегать за ней по полю мы видим ее прекрасные крылышки прекрасно желтого не видим ее голову с фасеточными глазами маленькие антенны усики крупные челюсти у стрекозы потому что стрекоза является хищником ловит комаров мух и других насекомых которых может поймать прямо в воздухе сейчас она чистилась передними лапками свои фасеточные глаза не видим ее мандибл поэтому иногда можно взять маленькие погибшие насекомые даже покормить стрекозку здесь условиях стресса можно такое не произойти но зато в условиях стресса стрекоза набросала вот такую очень интересную яйцекладку про нее еще интересно рассказать поподробнее чтобы немножко оживить это видео со стрекозой которая все-таки чашки петры живая откладывает яйца но спокойно сидит и никуда не улетает потому что стоит только крыть она сразу скочит не взлетит на окно я посадил небольшого соразмерного с ней шмелика это простой рабочий шмелек который залетел в окошко и не то что простой он рабочий и очень маленький соразмерность стрекозой которая стрекоза очень небольшая всего лишь где-то около пяти сантиметров в размахе крыльев крохотные а шмелек вообще мелкий размером около сантиметра немножко больше более толстый чем медоносная пчела пожалуй что такой даже может попасть и на корм и такой стрекозе которая вполне его с ним могла бы справиться попадись он в воздухе ей на природе потому что стрекоза ловит разных ясмелек да все-таки удалил чтобы показать просто стрекозу в чашечке петри набросанные множество маленьких таких как зернышки маковые яйца этой стрекозы которая как сказал не очень большая всего лишь около 4 5 сантиметров длиной откладывает так яйца просто разбрасывает их в воздухе побросает ими в воду конечно же она вылетела у меня поэтому ее придется немножко подержать в руках тем чтобы ее хорошо рассмотреть заодно крылышко придется ее подержать тем чтобы ее более крупным планом показать показать ее голову мою усили приказающего умеет прекрасным образом притворяться стоило ее подержать немножко в руках она сразу замерла такое явление поджимает лапки не двигается живая живая сейчас если захочет то расправиться на свежем воздухе быстренько полетит но зато ее нужно крупным планом показать ее голову усики и низу большие крупные челюсти пушистые сетянистые ножки при позволяет ее удерживать добычу и самое главное оружие и орган это челюсти и большие фасеточные глаза занимающие от самого лба до самого низа всю голову позволяющую смотреть на все 360 градусов вокруг сейчас попробуем ее повернуть она попробует сразу же удрать улететь если захочет можно будет положить отложенные яйца в воду постараемся посмотреть если они выживут то из них вылупятся маленькие крохотные личинки которые хищники будут жить под водой охотиться на разную водную добычу и в течение где-то года до разовьются и потом уже превратятся в нимфу вылезут на растение и из куколки вылезет уже настоящие стрекоза вот тут вот вот уже отогрелась уже отогрелась вы не притворяешься это стрекоза откладывает яйца просто набрасывает их воду а другие делали когда хотелось бы показать ее замечательный интересный орган который надо показывать крупным планом его не так уж просто видно находящийся на обратной задней стороне головы который представляет собой специальную защиту зацепку вроде зацепок на кроссовок липучек липучка который позволяет стрекозе при прилипать голове грудки и поэтому в полете голова не двигается а смотрит в разные стороны при этом очень плотно держится такая специальная зацепка имеется как раз у стрекозы позволяющий не отрываться голове в полете потому что голова держится на очень нежной беленькой такой пластинчатой пленочной почти что шеи казалось бы голова оторвется во время полета нет голова прижимается держится специальными липучками щетинистыми в полете это позволяет стрекозе очень быстро летать и в нужный момент зацепка немножко изменяется и голова двигается вправо влево позволяет ориентироваться в пространстве вот сейчас стрекоза здесь пришла что она просто сидит спокойно притворяется я сказал это стрекоза откладывает яйца просто воду а другие откладывают в растения этим самым место различные группы стрекоз которые отличаются своим образом жизни поэтому это стрекоза достаточно плодовито откладывать яйца просто их разбрасывать а другие гайя садится на растение над водой или под водой залезает иногда под воду самка залезает под воду и своим яйцекладом разрезает специально растения и вставляет по одному кладку из в это растение которое может быть мягким находиться над водой под водой или даже жестким как например ведь ветви различных растений вот сейчас уже улетела и полетела даже вот высоко поэтому и за ней надо поохотиться раз принесу ее сейчас обратно с тем чтобы продолжить с ней интервью чтобы наблюдать что она все-таки живая я ее просто держу зак за крылышки так что стрекоза очень интересные насекомые плане биологии наблюдение за их охоты за их поведением за их ориентированием пространстве также за наблюдение за биологией их личинок также за различными приспособлениями которые позволяют им так быстро летать ориентироваться в пространстве если вы еще не знаете тут даже судно такие биомеханические машины напоминающие стрекоз маленькие стрекоза самолётики вот такая у нас сегодня интересная стрекоза в гостях которая показала свой новый норов умение полетать также умение отложить яйца даже самых неблагоприятных условиях в неволе в надежде что они попадут все-таки в водную среду там разовьются многие насекомые ну как бы в заключении в неволе начинают откладывать яйца коробка вот такая прекрасная стрекоза на сегодня было бы гостях вот такие у нее замечательные красивые нежные крылышки вот так она быстро при спокойном может летать и притворяться что она не живая с тем чтобы ее выпустили поджав ножки упасть на травку потом быстренько взлететь вы не забывайте наблюдать за живыми насекомыми не всегда их нужно ловить нужно просто понаблюдать сфотографировать поместить фотографию в интернете или посмотреть видео у нас на канале так что не забывай ставить лайки писать комментарии заходить на страничку чтобы увидеть новые интересные видосики а также заходить на страницу в патреон можете стать спонсором канала патроном и попадете в титры нашего канала до новых встреч с вами был виктор фурсов и замечательная стрекоза о доната анизоптера из киева который умеет откладывать яйца даже в чашечке петли тем чтобы найти место для развития ее поколения она передает вам привет в такой жаркой солнечной жаре и сейчас взлетит на окошко и еще глядишь и улетит что до новых встреч на моем канале пока пока подписывайся ставь лайки пиши комментарии а 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 всем привет дорогие друзья у вас есть вопросы про насекомых как от них избавиться они вас беспокоят они где-то завелись у вас на кухне в огороде на дачном участке то вы можете прислать мне ваш персональный вопрос на мой электронный адрес на мою электронную почту и я могу попробовать дать вам ответ если вы мне пришлете фотографию может быть кусочек видео где будет видно вашего объекта насекомые который вас беспокоит где-то в домашних условиях или на вашей даче или огороде и посоветовать как него избавиться а может быть она совершенно беспомощный и просто живет где-то рядышком и никакой вреда вам не приносит вы просто зря беспокоитесь но для этого спросите вопрос у эксперта которым являюсь я а если кроме того вы хотите подписаться на мой канал добро пожаловать нажимайте на кнопку подписаться нажимайте на колокольчик чтобы получать обновление и вы можете еще зайти вот на такую замечательную страничку называемую патреон чтобы стать спонсором канала это называется так стать патроном и вы можете со своей кредитной карточки послать пяток десяток например звонких американских долларов или евро на вот этот замечательный канал который переведет их потом мне в поддержку моих разъезда в поисках насекомых в поддержку совершенствование улучшения оборудования и монтирование видео а также поиск объектов которых о которых я рассказываю на своем канале это в помощь образованию науки энтомологии и природе не только о том как бороться с насекомыми а также как их охранять как охранять природу как охранять насекомых которых много но становится меньше и меньше а для этого есть для поддержки канала вот такая замечательная страница в патреоне заходи на патреон будешь спонсором и попадешь в субтитры в конце каждого видео будет указана ваша фамилия ваша фамилия как спонсора а на страничке в патреоне написаны разнообразные проекты которые проводятся на моем канале и о чем мой канал и прочитайте внимательно и решите какую оказать поддержку так сказать о взнос развития канала о энтомологии о пчеловодстве о образовании о биологии до новых встреч на моем канале пока пока привет вам из Киева столицу Украины до новых встреч на моем канале как подписчик а может быть как спонсор патрон до новых встреч пока пока до новых встреч пока субтитры сделал DimaTorzok до новых встреч